Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Программа «Дневной разворот» выходит при поддержке компании «Система Глобус». Что за день понедельник? Сплошной динамин. Тяжёлый понедельник. Доброе утро, в студии Елена Овчинникова. Я рада приветствовать всех тех, кто на той стороне эфира. Ну что ж, «Дневной разворот» и моя рубрика «Тяжёлый понедельник», и это воистину «Тяжёлый понедельник». Тема сегодня не просто сложная, она даже страшная. И мы сегодня будем говорить о том, как страдают люди от того, что снег валится с крыш на их головы, на их бедные головы. Могу сказать, что отправной точкой сегодняшнего разговора, собственно говоря, послужило страшнейшее событие, хуже которого ничего не может быть. Мечный ребёнок, младенец, с крыши дома на улице Широнинцев на него упала 9-килограммовая глыба льда. Ребёнок скончался в реанимации в ночь с пятницы на субботу. Что может быть страшнее, непонятно. Но давайте я озвучу наши телефоны и назову наших гостей. Я напоминаю, что мы работаем на частоте 101.0 FM. Идёт онлайн-трансляция эфира, а также видеотрансляция из нашей студии. Вы можете зайти на сайтах ekeru.ru. Если вам интересно не только слушать, но и смотреть, вы можете это сделать. Наши контактные данные. Телефон прямого эфира 708-502. 708-502. Звоните, мы будем ждать ваших звонков, потому что действительно есть очень серьёзный вопрос. Слушайте, а как с этим бороться? Нас убивают и шутки на тему, что мы крепчаем. Здесь совершенно не подходит, потому что всё-таки речь идёт о гибели ребёнка. Итак, 708-502. Ждём звонков. Номер для смс 8909-120. 720-101-0. Также напоминаю, что на нашем сайте ekeru.ru в нашей группе ВКонтакте размещен опрос. Секундочку, я озвучу вопрос, а у нас уже есть звонок. Секундочку, я сообщу об опросе. Итак, кого в первую очередь нужно наказывать за несвоевременную очистку крыш от снега? Организацию, которая обслуживает дом, либо управляющая компания, или чиновников, ответственных за работу с коммунальщиками. Итак, на сайте ekeru.ru в нашей группе ВКонтакте работайте. Мы учтём ваше мнение. Нам показывает, у нас есть звонок. Давайте послушаем. Алло. Добрый день. Добрый. Как вас зовут? Представьтесь, пожалуйста. Ирина Владимировна, я хочу выразить соболезнования той семье, у которой случилось это огромное горе. А по теме я хочу сказать, что сразу надо наказывать именно самого главного ответственного. Не только кто убирает, кому говорят, что кого упал, а директора, главного директора управляющей компании, или той компании, которая работает на этом участке. Пока у нас главные лица не будут наказаны, у нас ничего не изменится, к сожалению. Нина Владимировна, ваше мнение мы услышали, и я думаю, что многие люди согласятся с вами. Но а как вам позиция иного рода, если самый главный чиновник, не руководитель управляющей компании, а самый главный чиновник, который, собственно, получает деньги за то, что он обязан строить, заставлять работать и должным образом исполнять обязанности вот всех этих людей из управляющих компаний и так далее, а вот если он будет наказан, и будет наказан строго, вот со всеми исходящими, ну не знаю, до максимальной меры, которая предусмотрена вот по статье, возбужденной в отношении руководителя управляющей компании, до шести лет лишения свободы, то я думаю, что любой следующий чиновник не будет отдыхать, не будет дремать, а он построит свою работу так, что любой человек, возглавляющий или работающий в управляющей компании, будет знать, чем он должен заниматься в каждый ответственный момент своего дня и даже своей ночи. Но и так или иначе, мы благодарим Нину Владимировну за высказанное мнение и продолжаем работать. Напоминаю, 708-502, с вами Елена Овчинникова и наши гости в студии. Дмитрий Александрович Махнев, эксперт общественной палаты Кировской области, председатель ТСЖАГА. Да, вот тут мы как председатель ТСЖ, а также директор некоммерческого партнерства Центр правового и социального развития, а также Константин Сергеевич Сичихин, руководитель общественного движения, союз молодых строителей, эксперт некоммерческого партнерства, Центр правового и социального развития. Здравствуйте, наши гости. И сообщаю, что мы ждем у нас в студии Яна Евгеньевича Чеботарева, который прояснит многие вопросы, касающиеся правовых движений по ЖКХ. Итак, еще раз здравствуйте. Ну что же, у меня Константин Сергеевич, вы у нас в студии Новичок. И поэтому мне очень интересно узнать ваше мнение, я думаю, нашим радиослушателям тоже. Как эксперт некоммерческого партнерства Центр правового и социального развития, ваше мнение по сути происходящего. Итак, напомню, улица Широнинцев, пятиэтажный дом, мамаша с младенцем, ребеночку всего лишь месяц, и совершенно неожиданно с крыши дома падает 9-килограммовая глыба льда. Ребенок в тяжелейшем состоянии, отправляется в реанимацию. Еще СМИ сообщают о том, что повреждены два автомобиля. Что такое железо по сравнению с человеческой жизнью? Ваше мнение о сути происходящего? Во-первых, всем здравствуйте, добрый день. Конечно, выражаем большое соболезнование родителям погибшего ребенка. Да, конечно, эта ситуация, как сам родитель, сам понимаю, что эта ситуация очень больная. Больная не только для нашего города, больная для всей страны, потому что все те карнизы, которые были, все те постройки, все то жилье, которое строилось в 70-е, 80-е годы, они не учитывали те нормы, по которым мы сейчас приходим просто-напросто. А Джо, подождите минутку. А что, в 70-е, 80-е не было наледи или сосульки не валились? Было, но это почему-то было не такое интенсивное движение. То есть я считаю, что во времена Союза, ну, суть по возрасту это не особенно, и помните, вот, все-таки управляющие компании, или как они тогда назывались, да, все-таки работу свои исполняли будь здоров как, и они прекрасно понимали, что, дай бог, такая ситуация, и сидеть придется долго и утомительно. В чем разница, ну, построили в 70-х, а что дома постройки 90-х, 2000-х, другие какие-то конструкции и крыш? Да, конечно, конструкции и крыш намного отличаются, намного отличаются и ГОСТы, и СНИПы, и все, что с этим связано. Во-первых, и дома строятся маленько по другой технологии, и крыши строятся маленько по другой технологии. Во-первых, и крыши более утепленные, меньше сход снега идет с этих крыш. По сравнению с теми крышами, которые строились раньше. У нас же в основном на лиде, это из-за чего происходит на крыше. Из-за чего? То есть техника, пожалуйста. Из-за того, что наши крыши, они не приспособлены, ну, как бы, теплодача идет очень большая, снег тает на крыше, сами должны понимать. То есть новая технология, когда крыша изолирована, изнутри в том числе. Дом отдает меньше тепла, и по тайке снега не происходит на таком уровне, чтобы вот снег скатывался и падал на голову. Конечно, конечно. Хорошо, изменилась конструкция и крыш. Но при том, но при том, количество падений на головы и на всякие различные местечки у людей, на технику, стоящую под окнами, стало гораздо больше. Парадокс. Делаем лучше, но получаем гораздо хуже. В чем здесь дело? Может быть, есть еще одно звено? Нет, конечно, звено, как управляющая компания, нам нельзя исключать из данной ситуации. Ну, что значит исключать? Что значит исключать? Они у нас, конечно, непосредственно относятся. Они у нас, да. Давайте спроси у Бога, кто за это в ответе. Нет, извините, когда управляющая компания берет с нас деньги, я очень хочу понимать внутри себя, что я сама, мои родственники, дети и так далее находятся в безопасности. Они за это получают деньги, они на это живут, едят, спят, пьют, не находятся в местах лишения свободы. Я очень категорично против такой деятельности управляющих компаний. Считаю, что до тех пор, пока наказание не будет достаточно жестоким, может быть, даже превышающим в некоторой степени определенные допустимые мерки, наши ЖКХшники ни одним местом шевелить не будут. Говорят, русский характер. Но я считаю, что... Ну, я думаю, что... А, в принципе, да, это Дмитрий Махнев говорит. Здравствуйте. Здравствуйте. Кроме управляющей компании есть еще неопределенные лица, которые также точно занимаются этим же контролем. Поясните, пожалуйста, я не очень поняла. Ну, вот смотрите, давайте берем гипотетическую дом. Вот, допустим, нет, давайте не будем далеко ходить. В компальном образовании есть администрации города. Есть. К этим администрациям города есть инженеры по благоустройству. Есть, несомненно. Есть волонтеры-добровольцы, они тоже самое занимаются. Вот давайте добровольцев пока уберем, потому что с волонтеров-добровольцев спрос, извините, добровольный, волонтерский. Хорошо. Давайте те, кто в рамках закона отвечает за позитивные или негативные события. Я вот по прошлому году, в этом году ни одного письма не получил, но в прошлом году несколько домов, вот у меня знакомых, ТСЖ, они получили письма с просьбой убрать наледь, сосульки, своевременно. Причем они еще не успели вырасти, мы их только собирались убрать, и уже мы получили. И, соответственно, вот таким же способом дополнительный контроль получили. Вы говорите, мы не получили писем, сейчас вы говорите, в качестве кого? Вы как председатель ТСЖ. В прошлом году я получал письма с просьбой удалить наледь и сосульки. Соответственно, в случае неисполнения ТСЖ грозило получить штраф. Штрафы серьезные. Дмитрий Александрович, говорите ли вы о том, что, ежели я заприметил на своем доме сосульки, что прежде чем они уберутся с этого, я должна написать письмо? Это моя обязанность для того, чтобы я сохранила целость на своей жизни? Или все-таки, извините, контроль за ростом сосулек и их убиранием все-таки возложен не на жильцов? Контроль за ростом сосулек? Не на жильцов. Совершенно верно, не на жильцов. И совершенно верно, что Костя говорит, что управляющие компании исключать здесь никак нельзя. И в большей степени несут ответственность, конечно же, они. И управляющие компании, и ТСЖ. Разницы никакой нет. В большей, в максимальной степени несут ответственность они. Но кроме этого, есть еще дополнительный контролирующий орган. И также есть ответственность жильцов. Ну, бывает всякое. Ну, вот смотрите, если взять управляющую компанию... Давайте, есть еще один орган, назовите его. Еще один орган, это жильцы, сами собственники. Это тот же самый орган. Вот смотрите, если взять управляющую компанию... Давайте, чтобы вы не путались, вернее, мы не путались. Есть жильцы, есть управляющая компания, есть... Есть в администрации города люди. Есть чиновник. Есть чиновник. Который отвечает за работу. Совершенно верно. Вот этот чиновник, он ведь так же точно у него входит в обязанности обходить дома, проверять, контролировать, проводить контроль еще над управляющими компаниями, над исполнением вот этого всего. Так же точно, как парковка на газонах возьмите. Я не поняла. Вот в данном случае с парковкой, бог с ним. По крайней мере, от парковки на газонах не умер еще ни один младенец. Скажите, кто же в этой ситуации? Давайте все-таки разбираться. Потому что я не очень поняла. Вы, вроде как, виноватте жильцов. Нет, я не сказал жильцов. А, вроде как... Нет, вы сказали, вот на них вот есть. Вот, ребят, пишите письма. Почему писать письма? Достаточно звонка. Так. Вот, смотрите, при потайке снега. Вот, буквально недавно была оттепель. Оттепель нормальная была. Крыши, как Константин говорил. Да, действительно, они в старых домах прогрелись. Покатилось. Покатилось. То есть это я, Елена Овчинникова, жилец этого дома, который построен 150 лет после реставрации. Вот он уже очень старый мой дом. Я прекрасно понимаю, что у меня может быть потайка, и мне после этого, значит, на голову ваш друг. Подождите, а люди из управляющей компании, они ни сном, ни духом, и вообще никакими местами... А кто сказал, что они ни сном, ни духом-то? Не видят потайку и не понимают, что... Кто сказал, что они ни сном, ни духом-то? Вы понимаете, если в управляющей компании... В ваших словах все время звучит то, что вроде как бы люди виноваты. Нет, подождите, давайте люди не виноваты. Дмитрий Александрович, я не наезжаю, я хочу уточнить. Назовите три позиции. Люди как дополнительный инструмент. Понятно. Люди дополнительный инструмент, ответственность несут. Ответственность все равно несет управляющая компания. А чиновник? И чиновник хотелось бы привлечь... С законом определено, в какой степени они отвечают за те жучайшие события, о которых мы сегодня говорим. Я думаю, что вот если мы договаривались... Если мы попробуем, вот для этого у нас Ян Евгеньевич Батарев, мне показывает, что у нас есть звонок. Давайте послушаем. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Кирилл Борисович. Я... Вот вопрос к представителю управляющей компании. Он говорит, что не было никаких звонков. Он говорит про свою компанию, не про то что... Ну, я понимаю, что... Я просто вот... Была информация по телевидению о том, что администрация города усилила контроль за содержанием крыш. Назывались телефоны. На заборе тоже что написано бывает? Так, извините, извините, Адам. Назывались телефоны. Я несколько раз пытался по нашему дому обращаться по этим телефонам. Это было абсолютно бесполезно, потому что направляли на другие телефоны. Значит, и далее, и далее, и далее. Там четвертый, пятый. Абсолютно никто не принимал никакие меры. Не хотели даже... Юрий Борисович, давайте уточнимся. Поскольку вы начали с того, что городская администрация сообщила об усилении режима контроля, я понимаю, что вы говорите, что указанные телефоны, указанные номера, это номера городской администрации, куда следовало сообщить о существующей на крыше проблеме, да? Правильно, да. Я звонил... И вы звонили в городскую администрацию и получили... Да, они не дают номер управляющей компании. Да. Правильно. Звонишь управляющих, то есть жаловаться на того, кто не выполняет эту работу. Звонишь, там говорят, нет, у нас мастер сейчас в отпуске, знаете, позвоните кому-то вот там. Туда слышали, говорят, вы знаете, вы попали не туда, вот позвоните еще куда-то. Абсолютно, без никакого контроля за этим не было, абсолютно. Я очень благодарна вам за ваш звонок, потому что вот сейчас, вольно или невольно, благодаря нашему слушателю, мы узнали о том, что город де-факто, и я верю этому человеку, не несет никакой ответственности. В смысле, не собирается нести никакой ответственности, потому что по данному эпизоду, скорее всего, некая ответственность все-таки уже последует. Юрий Борисович, спасибо вам большое, мы продолжаем разбираться. Итак, значит, опосредованная ответственность самих жильцов вы начали с последнего. Отвечает, значит, управляющая компания, отвечают чиновники в компетенции которых... Ну вот только что человек позвонил, да, действительно, я с ним согласен. Была такая информация, что чиновники объявили о том, что они ужесточат контроль за наледью, за сосульками. Кроме этого, вот я, насколько помню, Константин, наверное, был, не был, в декабре или в январе месяце еще Центр общественного контроля ЖКХ при общественной палате объявлял горячую линию сосулька на крыше. У них акция идет. То есть вот вам еще один орган, который можно обратиться, и который, собственно говоря, объявил сам самостоятельно об этой акции. Вот мы получаем. Вот смотри, ну жилец, он правильно, он просто пошел, выходит из подъезда, видит сосульки, набрал по телефону, нужно набрать, нужно. Как ответственному жильцу набрать, управляющую компанию, сообщить, есть сосульки, уберите, пожалуйста. Вот мне вот эта ситуация непонятна. Допустим, я ответственный жилец. Хорошо, я ответственный пользователь автобусом. Или вообще ответственный пользователь такси. Я плачу свои деньги, и я что, водителю должна говорить, «Слушай, ты под знак проехал, ты ни на светофоре не встал, ты советами замучаешь, что ли?» То есть, понимаете, человек, который платит за оказание услуги, он платит за эти услуги в надежде на то, что она будет оказана максимально качественно. Вот эта позиция, что ответственный сам жилец за то, чтобы ему на башку ничего не свалилось, я думаю, что это позиция, знаете... Ну, давайте назовем это неответственной. Ну, неответственной, неответственной. Назовем это неответственной, но сообщить о факте наличия вот этой сосульки, это долг каждого из нас. А, ну это, значит, ты заходишь во двор, а там большой аншлаг спасения утопающих, дело рук самих утопающих. Вы мне тут не переворачивайте, пожалуйста, это все. Не переворачивайте. Я тоже, пожалуйста, буду переворачивать. Это обычный нормальный гражданский долг. Да, действительно, это гражданский долг. Таксисту сказать, куда ты едешь на красный. Это нормальный, это нормальный. А вот теперь, по-моему, переворачиваете вы. Давайте послушаем звонок. Алло, здравствуйте. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Владимир. Ну, половина присутствующих меня знают. Дмитрий, добрый день. Владимир, динамовский проезд. Ага, приветствую, Владимир. Ян, мое почтение, тоже давненько не виделись. Я, собственно, что хотел вставить? То есть вот здесь, поскольку сам занимаюсь управлением, здесь начинают сразу виноватить управляющего компания. От кого? Я как бы с нее ответственность не снимаю, но хотел бы предложить присутствующим, скажем, подумать над тем, чтобы все-таки, вот так вот, чтобы с горячатом не хлопать, немножко разобраться. Давайте, давайте, мы с этой целью и собрались, разбираемся. Вот смотрите, у меня, например, под управлением один дом. То есть я смотрю, вот теперь, да, сосульки понесли, то есть взяли, быстро скинули. А есть, например, управляющая компания, не знаю, как в конкретном случае, вот у которой, например, 20 домов. Дальше вступает в действие чистая экономика. То есть, например, наступило вот теперь, 20 домов начинают нарастать сосульки, сколько управляющая компания может выставить рабочих? Я думаю, максимум человек 5-6. Каждый из них двое могут очистить 2-3 крыши за день. А вы знаете, многоуважаемый, поскольку разум возмущенный, слушатели и мой, в том числе, активно кипит, я вам скажу. Вы знаете, а вот когда мне объясняют, что в моем доме нет горячей воды, потому что вот эти вот люди, которые, вот эта компания, которая поставляет нам горячую воду, какое горе, у них такие изношенные сети, они не успевают ремонтировать. И поэтому тем управляющим компаниям, которые набрали 20 домов и не в состоянии обеспечить их рабочей силой, давайте, ребята, откажитесь от той части домов, за которыми вы не успеваете следить. Понимаете, не надо оправдываться. У нас много мы не успеваем. Я вам скажу, не надо брать. Не надо брать. Просто здесь надо разбираться. Вот смотрите, это, конечно, вопрос уже будет к Яну. То есть человек отдал распоряжение. Да, нарастают сосульки, то есть выставлен план работы на день, то есть обработать такие-такие дома. Вот, упираемся в то, что всем распоряжение отдали, все работают, а что дальше? Трагедия произошла, к сожалению. И что вы предлагаете? То есть ответ ищи на небесах? Я предлагаю для начала все-таки разобраться, то есть пройти по всей цепочке, а не то, что сразу там рубить голову главному. Понятно, значит, утром встали, всем домом вышли, утренний молебен в оздраве всех жильцов, чтобы не это самое, потому что ответ спросить не с кого. Так или иначе, когда люди берут... Нет, 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 подождите. Как завещал Лазарь Каганович, у каждой аварии есть имя, фамилия и отчество. Но с этим все-таки надо разобраться. Давайте. Я все-таки не поняла, потому что вы привели для меня малопонятный пример, оправдательный пример в сторону ТСЖ. У них много домов, нет людей. Это не моя проблема. Они, знаете, они когда деньги-то с нас берут, они деньги-то с нас берут не по остаточному принципу, а целиком. И поэтому, еще раз повторю, я вправе требовать за свои деньги полного и качественного оказания услуг. И меня немало, меня немало не колышет то, что у них нет такого количества людей, чтобы обезопасить меня сегодня или соседний со мной дом сегодня, чтобы на голову ничего не свалилось. Ага, нет, я тогда переформулирую. Переформулируйте. Более правильно будет, что непосредственным виновником может оказаться не руководитель управляющей компании, а, скажем так, более нижнее звено. То есть надо разбираться. Но вы знаете, более нижнее звено в любом случае находится под ответом. Да, несомненно, вот сейчас возбуждено уголовное дело. И арестован директор управляющей компании, он задержан. Он и арестован на два месяца. Как будто, знаете, тяжкое преступление. У нас за мошенничество в особо крупном размере не всегда арестовывают. А тут, смотрите, арест. Я тоже думаю, что будут с этим делом разбираться. Я думаю, что пока не произойдет показательного какого-то наказания, откровенно жестокого, или жесткого, давайте я так скажу, поправлюсь. Это так и будет все. Висеть, падать и обрываться нам на головы. Спасибо. Я просто как бывший сотрудник могу сказать, что арест, собственно говоря, бредня собачья. Это просто такая странная реакция на происходящее. То есть вместо нормального рабочего процесса отчитаются, а потом может быть по-разному. Я вам тут, конечно, скажу больше. Я очень надеюсь, что на бредню собачью Следственный комитет не обидится или обидится неактивно. Ну что ж, спасибо. Спасибо вам за ваше мнение. Итак, давайте. У нас сегодня такое количество звонков, что мы не успеваем говорить, но я напомню. В этом деле есть некая казуистика. Я нахожу это, вы знаете, странной и некой попыткой отвести удар от работников управляющей компании. Вначале, значит, совершенно четко было заявлено, что глыба льда упала с крыши, с козырька балкона. Не с крыши, а с козырька балкона. Ну, типа, знаете, балкон-то ведь не наш, балкон-то ведь житейский, человеческий. Вот с этих жильцов типа и спрос. Они же сами свой балкон не убрали. А теперь, совершенно четко прописано, что в процессе следственного эксперимента удалось установить, что ледяная масса весом около 9 килограммов упала именно с крыши дома. Вот во второй половине часа, мы сейчас уйдем на небольшой перерыв, во второй половине часа мы именно и поговорим, а что, если с крыши упала одна ответственность, а с козырька балкона, это что, совершенно другая ответственность? Вот, потому что, ежели с козырька балкона на пятом этаже, ребята, а у кого есть знакомый Карлсон? Вот у меня нет, и я не Карлсон. И мне в жизни не взлететь на козырек балкона на пятом этаже, да даже на третьем не взлететь. И что, мы теперь все под Богом ходим? То есть, вот как я предложила с утра Молебина и так далее. Ну что ж, у нас небольшой перерыв во второй половине темы заострим. Реклама у нас. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Что за день понедельник? Сплошной динамин. Тяжелый понедельник. Добрый день, в студии Елена Овчинникова. Я приветствую всех тех, кто на той стороне эфира. И у нас уже опять звонок. Секундочку, я напомню, что в студии Елена Овчинникова и сегодняшние мои гости Дмитрий Махнев, эксперт Общественной палаты Кировской области, председатель ТСЖ, директор Некоммерческого партнерства Центр правового и социального развития, а также Константин Сергеевич Сичихин, руководитель Общественного движения Союз молодых строителей, эксперт Некоммерческого партнерства Центр правового и социального развития. У нас есть звонок. Мы слушаем. Да, долгожданный наш Ян Евгеньевич Батарев. Здравствуйте, Лена. Ян Евгеньевич, здравствуйте. Еще раз рада вас услышать. И у нас к вам вопрос. Скажите, пожалуйста, вот на сегодняшний день, когда уже прошла публикация Следственного комитета о том, что глыба льда упала на младенца, уже ныне покойного, прости господи, вот, упала с крыши, а не с козырька, как сообщалось, не с козырька вот этого балкона, пятого этажа, как сообщалось ранее. Все-таки вопрос у нас остался. Ян Евгеньевич, поясните, пожалуйста, если обрывается лед, снег, все-таки с балкона, а не с крыши, кто ответственен? У нас пытается преподнести, что это сами жильцы, те, кому вот как бы балкон принадлежит. Ну, Лена, абсолютно согласен со следствием. Нужно разбираться, откуда же, собственно говоря, произошло обрушение. Если даже лед упал с крыши, попал на балкон и дальше соскользнул на ребенка, ну, естественно, отвечает управляющая компания. У нас есть в Российской Федерации правила нормотехнической эксплуатации жилищного фонда. Ответственность за очистку крыш от льда и снега несет исключительно управляющая компания. Подчеркните, пожалуйста, не чиновники городской администрации, которые обязаны контролировать деятельность управляющей компании? Контроль за деятельностью управляющей компании в обязанности наших муниципалитетов не вменен. Контролем занимается жилищная инспекция, органы прокуратуры и сами собственники помещений в многоквартирном доме. То есть, если что-то падает нам на голову и вся управляющая компания резко ушла на больничный, то спрос прокуратуры... Это, Ян Евгеньевич, я утрирую. Давайте вернемся к балконам. Кто же виноват за балконы? Ну, Лена, если снег или лед падают с балкона непосредственно в связи с тем, что он не чистился, либо он там складировался, тогда, конечно, отвечает сам собственник. Почему? Потому что балкон там по себе к общему имуществу многоквартирного дома не относится и управляющая компания не занимается очисткой непосредственно самих балконов. Хорошо. Пятый этаж, у балкона есть козырек, и мне туда можно либо, ну, я уже сказала, либо искать знакомого Карлсона, либо нанимать людей, сведущих, которые умеют лазать по скалам. Иного выхода у меня нет, потому что мне это не сделать. Вы знаете, я бы поставил вопрос, я думаю, что следствие будет этот вопрос ставить, предусмотрен ли этот козырек изначально проектом дома, не является ли сооружением подобного козырека инициативой самих жильцов. Такие хучки тоже бывают. Они бывают очень много, и очень часто люди стеклят балконные лоджии, собственно говоря, не заручаясь согласием. И ведь это тоже может быть, да, подведено под ответственность, и в том числе уголовную. То есть каждый жилец, у кого, допустим, есть такой козырек, есть возможность падения с козырека балкона снега на леде и так далее, сосулек на землю. Вы должны как-то разобраться с этим, может быть, это БТИ, БТИ отвечать за это? Нет. Кому обращаться? Отвечают у нас органы архитектуры, это муниципалитеты. Но поуточнять, насколько данный козырек легален, можно просто обратившись к техническому паспорту на помещение, где подобного рода конструкция должна быть указана. Слушайте, это очень сложно и не просто для понимания дальнейшего существования людей, у которых самострой вот этот балкон и есть покатые крыши, с которых может все упасть. Лен, если человек соорудил крыжу над своим балконом, я думаю, что он должен сам обеспечивать ее чистку, как минимум, это правильно. А если это невозможно? Тогда нет жертвы, конструкции, которые невозможно обслуживать. То есть, вот в данном случае, когда погиб ребенок в ночь с 13 на 14 февраля, если Следственным комитетом доказано, что оползень был с крыши, а не с балкона, отвечает точно 100% управляющая компания. Ну, я была, честно говоря, уверена, что за балконные козырьки на уровне пятого этажа тоже несет ответственность. Ну, то есть, самостроение козырьки. Лена, в этой части управляющая компания должна принимать меры к ликвидации самостроев и наблюдать за сохранностью несущих, ненесущих конструкций дома. Вот если бы обломился балкон сам по себе, то отвечала бы управляющая компания, безусловно. То есть, вы сказали, опять же, очень интересную вещь. Подождите, если я возвела козырек над своим балконом и управляющая компания не обратила на это внимания, а должна была обратить и вынести предписание, сделать что-нибудь и как-то со мной бороться, предваряя вот это падение снега, то опять же получается, что виновата управляющая компания, которая не разобралась с жильцом, внесшим какие-то конструктивные изменения в фасад дома, да? Лена, управляющая компания в данном случае может нести административную ответственность. Жилец, который подобного рода конструкцию соорудил и не обеспечил его эксплуатацию, будет нести ответственность уголовно. Яна Евгеньевич, спасибо вам. Ну, вы, как всегда, пришли, развеяли нашу серость и так далее. Яна Евгеньевич, благодарю. Лена, у вас в студии отличные специалисты, я думаю, что они пояснят то же самое. Совершенно верно, я согласен с Яной. Ясно. Яна Евгеньевич, еще раз спасибо, напоминаю, что с нами был Яна Евгеньевич Батарев, известный юрист. Ну что ж, вот мы услышали вот эту вещь. Для меня это удивительно, но я думаю, это действительно так. Это действительно так. Вот смотрите. Вот вы председатель ТСЖ, и у вас, если появляется такое, вы что заставляете? Демонтаж. Безоговорочный. Безоговорочный демонтаж. Безоговорочная капитуляция должна за этим последовать. Все данные конструкции, которые, вот особенно пятые этажи, особенно те козырьки, которые настраивают жильцы, да, они по сути незаконны. Незаконная настройка называется. Почему? Потому что в проекте дома данная конструкция не существовала. И если жилец построил незаконно, пусть даже он согласовал это с собранием дома, но при этом он не сделал проекта, а плита перекрытия, которая у балкона находится, да, она может не выдержать данную настройку. Кто об этом знает? Жильцы знают? Жилец сам знает, какая настройка. Он должен был своевременно сделать проект. Данный проект должен согласовать правильно с муниципалитетом. Сейчас уходим в дебри, но меня очень интересует вопрос. Вот сейчас огромное количество компаний, которые предлагают застеклить лоджи и так далее, и создаются все вот эти вот довольно примитивные, такие прямолинейные конструкции. Но, допустим, они могут являться накопителями снега, особенно на верхних этажах. То есть, если там второй этаж подпирается третьим и так далее, то пятый этаж свободен. То есть, люди, те, которые устанавливают вот эти вот балконные, вот эти вот лоджии, делают вот эти лоджии на балконах застекленные, они несут ответственность или нет? Те, кто устанавливает, он непосредственно исполнитель этих работ. Он выполняет по заданию. Ему заплатили деньги и сказали, сделай вот это, это. И у них нет никакой обязанности выяснять. Вот на настоящий момент у них нет обязанности выяснять, а законно ли вот это остекление и законно ли вот этот козырек над балконом. Понятно. То есть, деньги не возвращаются. Конечно. Константин Сергеевич, у меня к вам вопрос. Вы говорили о том, что еще в 2003 году был сформирован совершенно четкий закон. Объясните, пожалуйста. У нас остается три минуты. 27.09.2003 года постановлением ГОСТРОРФ есть такое постановление номер 170, в котором утверждено правила и нормы технической эксплуатации жилого фонда. В этих правилах и нормах все четко прописано, что должна делать управляющая компания. Снег крыша. Ну, согласно пункту 4.6 Снег на крышах убирается при толщине 30 сантиметров. Вот 30 сантиметров дошел снег, снег должен быть убран управляющим компаниям. Правильно ли я поняла? Мы не дожидаемся образования сосулики и прочие вот эти вот навеки. Мы не должны... Есть покров, снежный покров 30 сантиметров. Будь добр, убери. Правильно. Все правильно. Вопрос такой к Дмитрию Александровичу. Дмитрий Александрович, а вы тут принимались спорить по этому поводу? Почему? Нет, вы не оспаривали закон. Вы говорили, а как же это сделать? Подождите, как же это сделать? Возвращаемся к вопросу о теплых крышах. О теплых крышах. Тут не надо 30 сантиметров снега, чтобы если крыша теплая, идет потайка на этой крыше, то 30 сантиметров не надо. Не надо этого ждать. При 5, при 10 сантиметрах снега уже будет лед. То есть, соответственно... Управляющую компанию есть закон 30 сантиметров. Да, так вот, смотрите, мы опять же вернулись. Опять же контролирующим органам мы вернулись. Так. Почему? Вот при выходе не исполнить свой гражданский долг из дома. Вышел, увидел сосульку и сообщил. А управляющая компания обязана исполнить при сообщении, что есть наледь, есть сосульки. Она обязана уже исполнить вот это все. Обязана проагировать. Минуточку, Дмитрий Александрович. Давайте иные пути пропишем вот как не задирать каждый день башку на крышу, а потом плевать на работу и бежать звонить в управляющую компанию. Какие иные вы предлагаете? Вы же предложили совершенно цивилизованный человеческий выход. Как избавиться для того, чтобы поработал закон о 30 сантиметрах? Вот. Прости меня. Нужно сделать... Ну, вообще, нужно вообще модернизировать дома. Как избавиться от этого? Избавиться от этого. Нужно модернизировать дома в соответствии с новыми технологиями, с новыми ГОСТами, с новыми СНИПами. Это элементарно даже взять утепление крыши. Сейчас есть программа капитального ремонта. Есть, оставим ее. Она начнется в 2030 году. Хорошо, в этой программе есть капитальный ремонт крыши. Переколоть из полгорода. Что нужно сделать? Что значит капитальный ремонт крыши? Что нужно сделать? Утеплить крышу. Утеплить. Это вполне возможно. То есть создать какие-то утеплительные прокладки, защитные экраны. Есть материалы специальные. Материалы специальные. Материалы, которыми утеплить крышу. И тогда не будет что? Намного меньше будет наледи или ее вообще не будет? Меньше будет таять снег. Меньше будет. Крыша не будет такая теплая. Да, не будет теплая. Меньше не будет таять снег. Соответственно, вот как раз вот это 170-е постановление госстроя и будет работать. Совершенно верно. Дожидается 30 сантиметров снега и его сгребают. Потому что он не подтаивает, не образуется наледи. Тогда, ребят, жильцы вместо того, чтобы таращиться на крышу, они не будут таращиться на крышу. Каждое утро вы идете, поднимаетесь дружно на чердак и принимаете решение о том, что эту крышу надо утеплить и обезопасить тем самым. Вот тогда вполне, вот тогда управляющей компанией будет больше возможностей успеть все везде огрести. Понятно. А когда крыша подтает, когда эти сусульки буквально на глазах вот за несколько часов это налить образовывается. Так, 30 секунд. Так кто же все-таки, господа Густик, кто же все-таки виноват за случай, чудовищный случай, после которого погиб ребенок? В соответствии с законодательством, как Ян уже говорил, в этом случае, если это упало с крыши. Есть доказательная база, что это с крыши, да? Если с крыши, тогда все равно виновата управляющая компания. Управляющая компания. Ну, к этому, значит, быстренько скажу, что по нашему опросу, кого в первую очередь нужно наказывать за несвоевременную очистку крыш, значит, ВКонтакте организацию, которая обслуживает дом либо управляющая компания, 71%. А вот, кого в первую очередь нужно наказывать на сайте эхакирова.ру, организацию, обслуживающую дом, 60%. И здесь жёстче чиновников, ответственных за работу с коммунальщиками, всего лишь 40%. А, ребят, всем из 40% мы не правы. Оказывается, чиновник как был, а я тут ни при чём, совсем тут ни при чём, как пел Карабас Барабас в известном фильме про «Золотой ключик». Нет, не Карабас Барабас, а Дуримар пел эту песенку, а я тут ни при чём, совсем тут ни при чём. Печально, но факт. Спасибо большое за то, что вы были у нас в гостях, спасибо за то, что вы нам рассказали. Дмитрий Александрович, вы, как всегда, очень много интересного. Константин Сергеевич, я думаю, что наша встреча не последняя, мы будем ещё работать с вами о проблемах ЖКХ. Итак, у нас перерыв. До свидания. Я скоро вернусь, а с гостями прощаюсь. До свидания. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова